Пятый канал представляет Сегодня ты прям молодец, Хрюшка Езжала что надо Прям как актриса, ей-богу Народно Илья делал больнее, чем обычно Ладно Не помрешь Не впервой Не помрешь ведь, Хрюшка? А? Я позвоню Пока-пока Урод Наталья работала в эскорт-агентстве уже два года За все это время еще ни разу клиент не назначал ей встречи в машине Поначалу она отнеслась к этому с опаской Но, увидев машину, успокоилась Какая классная тачка Добрый день Здравствуйте А вы такая же, как на фотографиях на сайте Это очень приятно Обычно бывает наоборот А вы часто пользуетесь эскорт-услугами? Как раз нет, я первый раз Ммм, так я у вас первый Это так волнительно Ну, в известном смысле, да Ну, и чем же займемся? Есть серьезное дело Меня недавно бросила жена А у меня скоро день рождения Ну, придут наши общие знакомые Которые уверены, все и потом перескажут Хочу ее проучить Пусть эта стерва не думает, что я мучаюсь после ее ухода И что же я должна делать? Мне нужна красивая девушка, которая сыграет мою подругу Задача заставить всех поверить, что у меня на личном фронте все просто супер Что я нашел именно ту девушку, о которой так долго мечтал Ну, что я любим и счастлив, ну, как-то так Ну, я как бы не актриса Ну, это понятно Знаете, это все как-то странно Я, наверное, откажусь Вы уж извините Поверьте, я не маньяк и не псих И вообще абсолютно не опасен И я заплачу двойную сумму Тогда предлагаю перейти на ты Родилась я в самом начале девяностых Папа рабочий Мама медсестра Если описать мое детство одним словом Это слово зависть Так хотелось красиво одеваться, ни в чем себе не отказывать Караул После девятого класса я закатила родителям истерику Они отдали меня в школу фотомоделей И сразу по окончании я получила работу Ну, только не на подиуме В эскорте Моя подруга, которая ушла туда раньше, сказала Это просто торговля фейсом Без интима А какие там мужики Я дура повелась Красивенько у тебя Это съемная квартира А свою квартиру я отдал бывшим И что же мы тогда здесь делаем? Я хочу, чтобы на дне рождения Все прошло как надо И чтобы ни у кого из гостей Не возникло подозрения, что ты только изображаешь мою девушку Поэтому ты должна быть одета как девушке, которая мне нравится А что, я как-то не так одета? Вот, заказал по параметрам, которые указаны у тебя на странице Ну, ты заморочился Шикарное платье Уверен, тебе подойдут все три В каком ты пойдешь на день рождения, мы решим ближе к делу Ну, а сейчас... Так, стоп, давай расставим все точки на «д» Многие путают эскорт с проституцией Прости, не понял Ну, да, многие девочки из эскорта занимаются сексом с клиентами Но это отговаривается отдельно Секс в эскорт не входит Ясно Хорошо, давай просто забудем У нас с тобой другие цели Присядь, послушай Значит так Наташу я выбрал чисто по внешним параметрам Мне нравятся девушки ее типа Думал, заодно и расслабиться смогу Но тут она меня удивила Правда, я раньше не имел опыта общения с девушками из эскорта услуг Мне казалось, они ничем не отличаются от проституток Но оказалось, разница есть На мой взгляд, не такая уж и существенная Сексом за деньги они все же занимаются Но Наташа сразу провела границы дозволенного И мне это понравилось Во мне стал просыпаться интерес И появилось желание заслужить ее симпатию Пробовала когда-нибудь такое? Нет, а что это? Это фунчоза и хумус Мои друзья знают, что я не ем мясо Поэтому моя девушка тоже должна быть вегетарианкой Ммм, очень даже ничего А твоя жена вегетарианка? Нет Она всегда издевалась над этим А я терпел Семь лет Пока она не привела в нашу постель любовника А я вернулся домой пораньше Приятного аппетита Да Привет, Хрюшка Что делаешь? Я у врача В смысле? Ну, просто неудобно говорить Я перезвоню Какие-то проблемы? Что? А, нет, все окей Ну ладно Смотри Кстати, как ты относишься к театру? Моя девушка должна быть театралкой Сто лет не была в театре В таком случае доедаем и едем в театр Круто Родион мне очень понравился Такой вежливый, любезный, культурный Вот бы все клиенты были такие И такого мужчину бросила жена Бывают же дуры на свете Я постоянно себе напоминала, что нельзя привязываться к клиенту Но здесь все было иначе Мне не нужно было изображать, что он нравится Что он мне приятен Это действительно было так И это пугало Спасибо тебе огромное Я так прекрасно провела время Реально даже в голову не приходило пойти в театр Давай еще разок проговорим, что мы смотрели Мы смотрели спектакль по роману мастера Маргарита Автор Михаил Булгаков О чем это произведение? Помнишь, что я сказал, когда мы выходили из театра? Я записала В романе произведена деконструкция христианского мифа И переосмысление роли дьявола с позиции гностицизма Обожаю умных мужчин Молодец Будут еще пожелания? Да, будут Завтра ко мне зайдет один человек Нужно обсудить кое-что по бизнесу Предстоят трудные переговоры Этот мужик очень неуступчив И очень любит, когда перед ним все прогибаются А почему ты его приглашаешь домой? А не в офис или в ресторан? Это и есть мой план Он обожает домашнюю еду Я приглашу хорошего повара И красивую девушку Приезжай завтра к часу Да не вопрос Слушай А я лучше твоей бывшей? По всем параметрам Ну, уже поздно Пойдем, я провожу тебя домой На следующий день Наташа явилась без опозданий Она крутилась на кухне Помогала повару В фартуке у нее был такой милый домашний вид Черт, если бы не ее профессия Я был бы рад встречаться с такой девушкой Она готовила картофельные драники И пританцовывала возле плиты Я даже несколько раз ловил себя на мысли Что не прочь видеть такую картину На своей кухне каждый день Я был уверен Она произведет благоприятные впечатления на переговорах Это значит, здесь обитают крутые бизнесмены? Ну, собственно, да Сюда, пожалуйста, проходите, Игорь Венич Наталья работала в эскорт-услугах Одним из ее постоянных клиентов Был садист Игорь Евгеньевич Однажды к Наталье обратился Родион Он обещал неплохо заплатить За то, что она сыграет его девушку на дне рождения Наталья согласилась Чтобы роль удалась Родион рассказал о себе И начал учить ее правилам этикета Я просто не могла пойти туда, к ним Этот Игорь Евгеньевич Он был вип-клиентом нашего агентства И настоящим психом Однажды ему приспичило заказать Одну из наших девочек А у нее на это время был назначен другой клиент В итоге их нашли обоих Со сломанными ногами Я не хотела, чтобы этому психопату Было известно о нашем контракте с Родионом Я боялась, что он может что-нибудь сделать Сбежать оттуда в тот момент Было самым правильным решением Родион, конечно, был в шоке от того, что я исчезла Мне предстоял очень неприятный разговор Не бесись, я все объясню Да нечего тут объяснять Ты просто взяла и сбежала А я выглядел полным идиотом Говорю, сейчас придет моя девушка Подаст на стол нечто очень вкусное Сама приготовила Зову-зову, а тебя уже и след простыл Прости, я тебя подвела Именно так, подвела Поэтому за этот день я не заплачу тебе ни копейки Так и знаю Черт, я даже готов отказаться От всей этой идеи с днем рождения Если ты помолчишь хоть полминуты Я тебе объясню, в чем дело Я слушаю Вот ты своего партнера давно знаешь? Ну, пару месяцев Он хочет купить у меня один мой актив А что? А вот я знаю его полгода Так вот он, вип-клиент мой И нашего агентства И вот он настоящий психопат Понимаешь, я не хотела, чтобы он узнал Что я теперь с тобой Иначе бы у тебя были проблемы И у меня тоже Ну, вообще-то он Известный в области бизнесмен Благотворитель и меценат Садист и настоящий психопат Я просто не хотела, чтобы он знал Что я теперь с тобой Вспомнишь, черт А ну, дай мне трубку Я с ним поговорю Нет, нет Это его разозлит А то, что ты его оборвала И телефон выключила Это разве его не разозлит? Блин Так, что случилось? Ну, я боюсь теперь идти домой Он знает, где я живу Ну, это не проблема Сегодня можешь переночевать у меня Когда Родион сказал Можешь переночевать у меня Я подумала про себя Ну, наконец-то Вот сегодня все и случится Но он постелил мне на кровати А сам пошел спать на диван Первую половину ночи Я ждала, что он придет И мы займемся любовью Но он то ли решил не беспокоить меня Перед своим днем рождения То ли просто тупо уснул Уж я не знаю На следующий день мы пошли в ресторан Я боялась, что я не справлюсь со своей ролью Но в какой-то момент Я и вправду поверила Что я девушка Родиона Наш план сработал безупречно Это была абсолютная победа Да, такого удовольствия я давно не испытывал Я заранее всех предупредил, что будет сюрприз Но никто даже не догадывался какой А когда я тебя представил Они чуть не потеряли дар речи Особенно подружка моей бывшей Которая в свое время нас, кстати, и познакомила Это та блондинка с каре? Да Кстати, она показывала фотографии твоей бывшей Она очень привлекательная женщина Не такая уж она И привлекательна И жизнь с ней далеко не сахар А со мной? Как ты думаешь, со мной можно было бы жить? Наташа Ты Замечательная Дивная Я уверен, что Мужчина, которого ты выберешь Будет с тобой очень счастлив Но сперва Тебе нужно поменять профессию Я ответил на твой вопрос Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Не поняла Я думал, ты уже уехала По-английски, не попрощавшись А ты что, завтрак готовишь? Ну да, вегетарианский А ты куда собрался? Ну, мои дела в этом городе закончены И я, слава богу, могу отсюда уехать Пойду в Питер Давно мечтал туда перебраться Но пока жена сидела на шее Это было невозможно Она, видите ли, не переносит питерский климат Ну, ты Ты уже приготовила завтрак, да? Да Тогда давай, я разложу его в два контейнера И пойдем А ты иди, пока переодеваться Мне через полчаса встреча в центре С хозяином квартиры Нужно отдать ключи И да Ночью все было просто супер Я точно тебе больше ничего не должен? Как в Питер? Ну, а собственно Почему нет? Я не хочу, чтобы ты уезжала Я Я, кажется, я тебя полюбила И Я не знаю, как жить дальше Ну, послушай Ну, чего ты навыдумывала? Скажешь тоже У тебя таких, как я, еще сто штук будет Не переживай Так больно и обидно мне не было давно Я-то сама привыкла к мысли Кто я такая, чем занимаюсь А тут передо мной, как будто поставили зеркало И кто? Тот, от кого это было больнее всего Если бы не моя проклятая работа Все могло бы быть иначе Я приняла решение К черту эскорт Нужно начинать новую жизнь И прежде всего Уехать из этого города Чтобы оборвать все концы Сразу от Родиона я поехала домой И стала собирать вещи Хотя В тот момент Больше всего на свете мне хотелось Завернуться в одеяло и леветь Алло, мама? Мамочка, привет Ты как? А я сегодня к вам прилетаю Можете встретить меня в аэропорту? Ага, хорошо До встречи, целую Пока В машине на меня Неожиданно нахлынули воспоминания о Наташе Знаете Всякие мелочи Светлые мгновения Я пытался отмахнуться от них Говорил себе, что По сути она проститутка Потому что эскорт, не эскорт А все равно эти девушки Спят за деньги Но перед глазами Снова и снова вставала картина Как она Плачет и Признается мне в любви В общем, еще раз захотелось Услышать ее голос Поговорить Я позвонил ей А у нее абонент недоступен Раз пять звонил Одно и то же Абонент временно недоступен Перезвоните А ну иди сюда Ты охренела меня сбрасывать? Ты что, тебя возомнила? Нет, 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 пожалуйста Помогите! Молодые люди Молодые люди Да вы что делаете? Отпустите эту женщину немедленно Женщина, звоните в полицию Это похищение человека Уже звоню Я тебе сейчас позвоню Она пошла отсюда Пока я в тебе дырок лишники понаделал Я тебя приучу, Хрюшка Сейчас мы поедем на дачу У меня там целая бригада Как раз ремонт делает Я тебя им кину Они тебя по кругу пусят Вот тогда ты узнаешь Как мои звонки сбрасывать Наталья работала в эскорт-услугах Одним из ее постоянных клиентов Был садист Игорь Евгеньевич К ней обратился Родион И предложил в день его рождения Сыграть перед знакомыми роль Любимой девушки Наталья согласилась Пока Родион рассказывал о себе И учил Наталью манером Она влюбилась в него День рождения состоялся Наталья была на высоте После Родион не спешил Отпускать Наталью Она провела у него ночь Я знала, что он просто так Языком не болтает У меня аж в глазах потемнело С девочками в этом бизнесе Конечно случаются трагедии Реже, чем с обычными проститутками Но все же бывает Я поняла, что мне посчастливилось Попасть именно в такую ситуацию Это был конец Я мысленно даже попрощалась с жизнью Игорь Евгеньевич Ба Ты как здесь оказался, Саид? В причале Отодеты свои Невест, что ли, ворубить? Игорь Евгеньевич Да каких там невест? Шмара местная Так малость проучить хочу А то слишком много о себе возомнило Вот как А ты-то что здесь? А я как раз за ней Ух ты Интересная ситуация Да уж Необычная Мне нужна эта девушка Да что ты говоришь? Видишь Ему девушка нужна Представьте, она мне тоже нужна Если вы ее везете Я сниму это на видео И позвоню своим друзьям ФСБ Потому что похищение людей Это по их части Ишь ты какой прыткий Я не знал, что у тебя есть друзья В контроле Есть Но я надеюсь, что до этого не дойдет Без Наташи я отсюда не уеду Чего вы за нее хотите? А ты прям серьезно настроен, да? Максимально серьезно Ну что ж Если вопрос стоит, чего я хочу То напомню Наш разговор О твоем бизнесе Так и не закончен Я по-прежнему хочу его купить Только вот Цене придется тебе уступить Надеюсь, что ты меня понимаешь Давайте так Вы назовете цену Которая вас устроит Я свяжусь с моим брокером И он оформит все бумаги Наташу я забираю прямо сейчас Ну ты меня прямо поразил Ладно, хрен с вами Забирай ее Рам моего, блин А почему ты вернулся? Потому что понял, что не могу вести тебя А главное, я почувствовал, что ты в беде Видела бы ты, как я сюда летел Господи, все как во сне Это правда? Я забираю тебя с собой в Питер Ты согласна? Да Прежде чем отправиться в Питер Родион и Наташа заехали к ее родителям Которые так и не узнали Что Родион спас их дочку От страшной участи В Питере Наташа благодаря Родиону Смогла начать новую жизнь Через год они поженились Редактор субтитров А.Семкин